В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас сегодня в гостях старший дознаватель ОМВД России по Рязанской области по железнодорожному району Маргарита Бусарова. Здравствуйте, Маргарита! В сферу вашей деятельности входит так называемое хранение, перевозка, транспортировка наркотиков, правильно? Да, совершенно верно. Это небольшие партии или это что вообще? Это наркотические средства в значительном размере, которое определено определенным списком, размер определяется, за которое предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы по данной статье. Статья предусмотрена частью 1 статьи 208 Главного кодекса Российской Федерации, на основании которой имеют данное наказание за преступление. Конкретизируем какой-то вид наркотиков, синтетические вещества? Да, данная тема сейчас очень актуальна по поводу синтетических наркотиков, которые имеют название, очень длинное и тяжелое название из химических соединений. Но в среде лиц, употребляющих наркотических средств, имеют свои названия, которые они понимают. Соль, кристаллы, спайсы и так далее. Проблема в том, что замена одного из соединений на их аналог дает веществу уже новое название, соответственно, химическому соединению, которое уже не входит, может не входить в перечень средств, запрещенных к обороту. В связи с чем уже уголовная ответственность не уступает. Но в данном случае статистика, аналитика отправляется сразу нашему законодателю. И они уже вносят изменения, корректировки, включают их в перечень. В связи с чем уже остановятся, то есть веществом запрещенных к обороту. Вы в этой сфере уже сколько лет работаете? С 2008 года. Из-за 2008 года вы сможете как-то статистику какую-то привести, вот насколько увеличилось, уменьшилось, или все остается на том же уровне раскрываемости употребления? Нет, на уровне не остается, потому что это более изощренные виды наркотического средства. Если ранее это было более только как растительное происхождение, такие как каннабис, то сейчас очень, как бы, во-первых, это доступно становится людям. Потому что это очень распространено, но, опять же, это какие-то массовые такие места, как усилительные развлекательные заведения, клубы. Вот, все это доступно в связи с тем, что у нас сейчас все более народу пользуются сетью интернет. Как бы, очень актуальный способ приобретения данных наркотических средств синтетических посредством так называемых закладок. Да, вот что такое закладки? Закладка, способ приобретения наркотических средств такой, как алгоритм следующий, приобретатель посредством каких-то соцсетей, это ВКонтакте, это Телеграм, там есть определенные страницы, которые периодически вычисляются, соответственно, сотрудниками также уже прикрывается, скажем так. Вот, заказывает на данном, то есть они знают уже между собой общаясь, знают абонента, с которым нужно связаться. Пишут ему примерный вес, который нужно приобрести и название наркотиков в сокращенной форме, то есть, опять же, как я вам ранее пояснила, СК, кристаллы. На что человек, сбывающий данные наркотические средства, пишет ему сумму и номер, как правило, это бывает киви-кошелек, то есть, вот виртуальный платеж какой-то, да, на который нужно перечислить эту сумму. Приобретатель перечисляет, после чего ему приходит адрес с конкретным указанием места, где лежит данное наркотическое средство, то бишь, как мы говорили, закладка. Это может быть откос подоконника, там, окна первого этажа, это может быть, там, под ковриком в четвертом подъезде на третьем этаже, к примеру. Возможно, даже бывает, что с представлением фотографий места, например, закладки. Какая меропресечения, какой вид наказания вот за такую закладку, если, допустим, сотрудник полиции... Приобретатель, да, то есть, если сотрудники полиции задерживают гражданина с веществом в значительном размере, данное наркотическое средство, которое входит, опять же, в перечень, грозит до трех лет лишения свободы. Вот недавно буквально произошел громкий случай, да, солиста, всем известная нам группа Би-2 задержали на стадионе, у него был в наличии с собой какой-то там синтетический наркотик. Вот у него был, если я не ошибаюсь, меропресечение, наказание – это штраф. Такое возможно? Да, возможно, по этой цели также предусматривается и штраф, но это, я вам говорю, про максимальное наказание. И предусматривается, и штраф предусматривают, да. И также, может быть, это был какой-то изрядово выходящий случай. А вот сейчас, что-то я сбилась, ставлю себе пометку ошибочки. Хотела спросить про… Ну вот мы с вами обсуждаем отдельные случаи, да, когда уже человек либо забирает эту закладку, либо покупает, а вот производители таких веществ… Производители также в ходе оперативных мероприятий, сотрудниками, которые занимаются конкретно под незаконным оборотом наркотических средств, выявляются, пресекаются. Вы непосредственно общаетесь с теми, кого задерживать, правильно? Какие-то узнаете детали. Вот что обычно говорят такие преступники, которые… Мотивация? Мотивация, да. Ну, во-первых, поскольку это категория лиц, то есть где-то от 18, наверное, до 30, это молодые люди, ну, также есть и девушки, их немало на самом деле, то это социум, окружение. И возрастная категория обычно до 20 лет, старше уже? Нет, до 30. До 30? До 30, да. Ну, я говорю, то есть есть и из ряда вон выходящий случай, это не так давно был задержан на территории Железнодорожного района житель Воронежской области, 50-летний, у которого было обдорожено наркотическое средство, при нем находилось, но растительное происхождение, то есть это был канамис. И он чем объяснил? Он пояснил то, что ему приятно, ему вкусно курить. И, ну, в настоящий момент, да, то есть уголовное дело, производство должны перезакончить, но уголовное дело направлено в Федеральный суд Железнодорожный, в соблюдительный акт. Один из способов приобретения, как мы с вами говорили, это закладки, а вот места такие массового скопления вот этих людей, какие, что это, бетоны? Есть, как и, опять же, клубы, усилительные развлекательные заведения какие-то, но, да, постоянно на территории Железнодорожного района выявляются факты, когда лица, либо собственники жилья, либо лица там проживающие, предоставляют помещение для потребления наркотических средств. Это уголовно-наказуемые деяния, за которые предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса РФ до 4 лет лишения свободы. Как правило, эти лица, которые предоставляют помещение наркоманам, в свою материальную выгоду, имеют часть наркотика, которую впоследствии также употребляют. То есть они также являются лицами, употребляющими наркотические средства. Какую статистику здесь можно проявить? Это все пресекается, как бы, на ранних стадиях. Они постоянно меняют места сейчас, поскольку очень много, скажем так, неучтенных именно квартир на сутки, которые сдают. То есть это постоянные перемены какие-то. Здесь должны быть, наверное, внимательны, прежде всего, соседи, рязанцы, да, в чьих домах это все происходит. Сообщать, да, информировать сотрудников полиции, что постоянно ходят подозрители. Люди, причем они, как правило, одни и те же посещают, поскольку чужим они не открывают в силу безопасности. Они открывают только лицам уже, которые постоянно к ним ходят. И какие-то свои у кого стоят, вплоть до того, что стоят видеоглазки на дверях, чтобы было видно, просматриваться, кто пришел. Все остальное. Но, тем не менее, сотрудниками правоохранительных органов все это пресекается. Все это так же, как и новшества каких-то у лиц употребляющих. Так же все это по статистике модернизируется, разработки. Как часто к вам такие дела поступают? Какая частота? Раз в день, в неделю, в месяц? Нет, такие дела такой категории. Это не так часто, слава богу, что их не так много. Это радует на самом деле. Ну, где-то раз в два месяца такие подобные случаи бывают. Совсем недавно еще не существовало даже такого понятия, как синтетические наркотики. С чем вы связываете их появление и такую популярность в плохом смысле этого слова? Популярность того, что я уже пояснила это введением новых каких-то соединений, что они уже не входят в перечень какое-то время еще. Популярность то, что, наверное, легкость в употреблении, если как несколько лет тому назад это был дизаморфин, в котором очень много было всяких препаратов, способов изготовления, варка, то это просто приобрели в такой способ, как покурили, понюхали и так далее. Ничего сложного в употреблении. Я так думаю, что это именно... Ну и, конечно, это средства массовой информации, таких как интернет, у которых также есть определенные призывы к употреблению. Молодежь интересуется этим очень податливо. Вот с чем связано, что молодежь этим интересуется? Делать больше нечего, заняться больше нечем? Да, то есть молодые люди, девушки, как сейчас правило, это... Опять сейчас в летний период. Один кто-то попробовал, рассказал другому, стало интересно. Продолжает. Здесь какие определенные опасности? Это мгновенное воздействие на психику человека? Да, это мгновенное. Мгновенное. То есть регулярно не нужно употреблять? Нет, это начинает действовать, да, то есть незамедлительно. Ну и, соответственно, потом состояние какой-то эйфории начинает это... Кому-то, наверное, это очень нравится, если это продолжается. Вот. То начинают продолжать употреблять, уже втягиваться в это. Опять же, узнают у своих знакомых, которые им дали попробовать. Места конкретных приобретений начинают уже, то есть приобретать самостоятельно, и все больше и больше народу в это втягивается. С своей стороны, вот, полиция проводит какие-то акции для школьников, для студентов, чтобы они знали, что делать этого нельзя, что это плохо? Да, это постоянно проводятся такие мероприятия в школах. Это сотрудниками инспекторов по делам несовершеннолетним. Также и нами проводятся, и сотрудниками, связанными с незаконным оборотом наркотических средств. Совместные проводятся мероприятия, совместные рейдовые мероприятия проводятся. Но и осведомления все больше и больше, то есть население, насколько это возможно. Вы общаетесь с коллегами из других регионов? Везде такая ситуация достаточно опасная? Да, ситуация такая ничем не отличается от других регионов. Может быть, близость к Москве как-то влияет? Нет, нисколько не влияет. Это именно общая проблема. Производители этих синтетических веществ, они есть в каждом городе, получается? В Рязани есть эти производители? Или это какая-то определенная точка, которая выпускает и распространяется? Нет, таких много. Периодически они, естественно, выявляются сотрудниками, несут за это уголовное наказание. Здесь уже больше лет уголовного наказания? Да, да. Это уже более тяжкие преступления. В сферу вашей деятельности входят только легкие наркотики синтетические или что еще? Общеуголовные, такие как хищение, кражи, грабежи. Мошенники. Здесь у нас как обстоят дела? С мошенниками все у нас до сих пор продолжается ситуация. Это телефонное мошенничество. Ваш ребенок, сын, дочь попали в беду. Как правило, обращаются к бабушкам, к стареньким. Соответственно, они более податливы на данные ситуации. Впоследствии начинают соображать, что нужно было позвонить, узнать прежде всего своему ребенку. Прежде чем переводить деньги, которые переводятся? Да, но это впоследствии, опять же, уже после перевода. И вот эти вот мошенники, они очень распространены на самом деле. Сейчас мы тоже с ними постоянно видим эту информацию. Вот с ними как бороться? Вы их можете выявить? Или это совсем нереально, когда с теми? Нет, почему? Это реально. Это, опять же, нужно на это. Это не быстрые такие действия. Спасибо вам за беседу. Успеху в вашей нелегкой работе. Телезритель напомнил, что в гостях у нас сегодня была старшая дознаватель МВД России по железнодорожному району Маргарита Бусарова. До новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова